Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим. Вы смотрите канал The Quiz. Наконец-то у меня дошли руки снять долгожданное провокационное видео. Как раз выходные. Многие мои зрители сидят без дела и занимаются интернет-серфингом в попытках найти что-нибудь интересное. К этому видео я готовился давно. Поводом послужил поход в местную библиотеку, где мне в руки попал интересный комикс. Комикс для взрослых. Это не развлекательный комикс типа Марвела. Речь шла про войну во Вьетнаме. Это комикс. Он рассчитан именно на взрослую часть аудитории и достаточно интересная была подача материала. Более чем объективно, простыми и ясными словами, причем с картинками, читателю объяснял, что любая война это плохо и особенно варварская война. Но, тем не менее, насколько я понимаю, в Америке до сих пор остался такой комплекс вины за вьетнамскую войну. Очень изрядная часть населения вот с этим вот промытыми хипстерами мозгами в 60-е годы считает, что это все было неправильно, все было не так. Я хочу высказать свою точку зрения с колокольни того, что происходит в мире на текущий момент 2017 год и с точки зрения человека, который, скажем так, большую часть своей осознанной жизни прожил при Советском Союзе, при вот этой социалистической коммунистической идеологии, а потом уже вторую часть жизни уже живет совершенно при другой идеологии. И выступать я буду на стороне США в качестве адвоката дьявола и выскажу такую точку зрения, что США в этой войне трижды была права. Особо хочу подчеркнуть, специально для этого ролика сходил и нашел вот такую замечательную американскую армейскую форму, чтобы еще больше позлить определенную категорию людей, которые будут смотреть это видео и наверняка скажут, посмотрите, посмотрите, он специально одел американскую форму, посмотрите, какой негодяй. Да, ребят, вот я специально эту форму одел, чтобы еще усилить вот этот эффект дискуссии. Потому что, еще раз повторю, во всех войнах после Второй мировой войны, во всех конфликтах зарубежных Советский Союз своих специалистов одевал во что угодно, только без знаков различия своей страны. А американцы никогда свою принадлежность не скрывали. Я, хотя и не являюсь гражданином США пока еще. Вот. Но я считаю, что такая позиция, вот именно американская, она достойна определенного уважения. Всегда воевать под своими знаками различия. Такая позиция достойна уважения. Вне зависимости от того, плохо это или хорошо, но это вот так. Я не буду сейчас делать какие-то исторические ссылки на различного рода энциклопедические издания, на какие-то факты. Все объясняется достаточно просто и прозаически. Буквально несколько дней назад, буквально несколько недель назад я на своем канале специально решил устроить такой социологический опрос для зрителей своего канала и задал очень простой прямой вопрос. Три, скажем так, вопроса. Вопрос первый. Как зрители моего канала относятся к коммунизму, к коммунистам и хотели бы эти зрители жить в Северной Корее. Это видео на момент вот текущий, когда я сейчас снимаю видео, собрало приблизительно две с половиной тысячи просмотров. Немного. Многие мои видео берут и больше просмотров. Видимо, эта информация про коммунистов, коммунизм не так интересна русскоязычной аудитории. Кстати говоря, провел поиск на ютюбе. Никто подобные опросы про коммунистов и отношения среди жителей России не проводил. То есть, видимо, эта тема сейчас людей не интересует вообще никаким образом. Так вот, из этих двух с половиной тысяч прокомментировал порядка девяносто трех человек. И только тридцать восемь нашли возможность высказать свою персональную точку зрения. Скажем так, тридцать восемь высказалась против категорической форме коммунизма, коммунистов из Северной Кореи. То есть, эти люди не хотят никоим образом себя вот с этим строем социальным связывать. Не хотят, чтобы они или их семьи или их дети проживали ни с коммунистами, не в Северной Корее. Вот. Ещё оказалось несколько странных людей. Один человек высказался за коммунизм, но в том формате, что коммунизм это хорошо, но сам он хочет жить в другом месте. Вот. А ещё три человека, ну это такие штатные мечтатели, утописты, которые, в общем так говоря, не против коммунистической теории вообще, но слабо себе представляют, как это будет на практике. Вот. То есть, вот такой вот социальный срез. Получается, очень интересная ситуация, что у среднестатистического жителя России, ну русскоязычного, если сравнить с жителем Советского Союза, резко поменялись идеологические направления, и люди сейчас коммунизм не любят, мягко говоря, и не хотят, чтобы этот коммунизм наступил в их стране. Теперь давайте посмотрим, что происходило в 20 веке. Вот государство Северной Кореи. Рядом находится Южная Корея, на севере Северная Корея. Южная Корея производит продукцию фирмы LG, Deo, Samsung и прочее. Вот. Нормальная капиталистическая страна. Вот. Северная Корея ничего не производит. Население находится в нищем состоянии. Присутствует коммунистическая доктрина, присутствует солнцелития вождь, присутствует ядерная бомба и, соответственно, элементы угрозы этой бомбой соседям. Вот. И попытки шантажа и вымогательства денег посредством этой бомбы. Вот что такое Северная Корея. Вот. На пустом месте она не возникла. Она возникла как раз благодаря Советскому Союзу. Люди, которые занимались историей, они могут посмотреть. Это не является секретом Палишинели. Кто такой Ким Ир Сен? Где он проходил обучение? В какой армии он служил? То есть он служил в Красной Армии. Лично получал инструкции от Сталина. Вот. В Красной Армии он начинал с воинского звания капитана. Дослужился он уже в Корейской Армии до звания генералиссимус. Вот. То есть вот такой вот персонажик. И, соответственно, вся вот эта помощь, она этому государству, созданному Северной Корее, она как бы целиком полностью была со стороны Советского Союза. Война началась, если тоже кто помнит, в 50-е годы. Три года надлилась, по-моему, с 50-го года по 53-й. Вот. Инициировала войну северная часть. То есть коммунисты инициировали. Очень мне нравилось, что внизу, на юге, располагается государство, которое идет капиталистическим строем. Вот. Большая была мясорубка. Надо отдать должное. Я вот, кстати, специально надел этот костюмчик американский. Вот. Это американская военная форма. Вот. Ее сами. Так вот, надо отдать должное. Американцы в войне с Кореей выступали вот в такой форме, не скрывая на своих знаках различия. На самолетах на их и на их технике были нарисованы белые звезды. И было понятно, что это американская техника. Советский Союз, как обычно, уже после Второй мировой войны, это стало стандартной практикой для Советского Союза. Во всех конфликтах Советский Союз никогда не выступал под своим флагом. Военные специалисты стыдливо назывались военные советники. Никаких знаков различия, гражданская форма или форма других стран. Никаких опознавательных знаков ни на самолетах, ни на танках, ни на чем. То есть вот это такая позиция была у Советского Союза практически всю вторую часть 20 века после Второй мировой войны. То есть да, активно шло противостояние с Америкой, но Советский Союз стыдливо скрывал и не хотел, чтобы мир знал, кто воюет с другой стороны. То есть очень такое странное разделение между добром и злом. Это была битва двух идеологий. Посмотрите, что получилось. С Кореей возникло два государства. Одно процветает, а в другом, соответственно, коммунизм. Очень сложно говорить о том, что Советский Союз кого-то облагодетельствовал в этой войне. Такая же точка Петрушка получилась с Вьетнамом. Вьетнам изначально была французской колонией страна. После Второй мировой войны, опять же, при подаче Советского Союза, развернулась всяческая коммунистическая пропаганда. Начали действовать засланные агенты, которые проходили обучение в Советском Союзе. Вот, кстати говоря, существует такой центр. Я не знаю, работали он сейчас или нет, но вот про него в одной из своих книг писал Виктор Суворов. Располагался он недалеко от деревни Сходня. Это буквально вот минут 20 съезды от Москвы по Ленинградке. Вот. Там как раз располагался центр, где готовились всяких чигевар будущих там и прочих-прочих местных царьков-коммунистов-освободителей. Вот, специальный центр там был. Так вот, подозреваю, что вьетнамских коммунистов там же готовили. Вот. Которые потом приняли активное участие в этой войне. Так, собственно говоря, да, война была варварская. С обеих сторон, как бы, ведение войны осуществлялось варварским мед. Американцы использовали высокотехнологическое оружие, проводили ковровые бомбардировки, использовали напалом, использовали один таранж. Вьетнамцы не мудство и лукаво действовали варварскими методами, но времен каменного века. Партизанская война без каких-либо правил соблюдения каких-либо конвенций вообще. И что в результате получилось? В результате получилась очередная коммунистическая страна-марионетка, которая практически все время до того, как Советский Союз по Челбазе получала подкормку от Советского Союза. Вот. И так далее, и тому подобное. Возникает вопрос такой вполне резонный. А нафига это было надо? Зачем Советский Союз? Ну, я понимаю, что да, распространение коммунизма. А вот сейчас? Сейчас коммунизм никому распространять не надо. Сейчас все двигаются в сторону капитализма. Счастливы ли жители того же самого Вьетнама? Или счастливы те же жители Северной Кореи от того, что у них коммунизм и социализм? Я думаю, что вряд ли они счастливы. Потому что в той форме, в которой у них происходит управление, это, конечно, совершенно не айс. Я лично в Вьетнаме не был, но люди, которые ездили в Вьетнам с различными туристическими целями, рассказали, что, в общем-то говоря, ничего такого коммунистического именно с точки зрения туристов, европейцев там сейчас нету, скажем так. То есть коммунизм он распространяется исключительно для местного населения. А туристы видят то же самое обилие наркотиков, проституцию и всяческое желание местное население за копеечку продаться подороже и предложить всяческие услуги приезжающим туристам. Нахрена было Козе Баян? Вот скажите, зачем надо было вот это вот все устраивать? Не, я понимаю, позиция США была четкой и понятной. Не допустить распространения коммунизма на этот регион. И, собственно говоря, эта попытка так или иначе, нельзя назвать ее стопроцентно успешной, но после вот ситуации с Кореей и после ситуации с Вьетнамом распространение коммунизма заметно прекратилось в том регионе. Хотя и были попытки аналогичных, скажем так, революционных движений и в Лаосе. И кто изучал историю, знает про Кампучию, тоже такой прокоммунистический эксперимент. Ну и другие попытки, тоже в том же самом регионе, опять же при подаче Советского Союза. Так что, возвращаемся к прямому вопросу о войне в Вьетнаме. Я хотел бы высказать свою точку зрения. Я считаю, что США трижды было право в этой войне и в войне с Кореей. Не дать распространиться коммунизму на этот регион. Потому что, в противном случае, последствия были бы совершенно непредсказуемы. Чем бы все это закончилось. Желающие могут взять, почитать историю, почитать факты. Как раз выходные есть. Очень много сейчас, много интересного материала. Просто изобилие. Как на английском языке, так и на русском. И документальные фильмы есть. Все что угодно. То есть, кто хочет пытливо покопаться и посмотреть, и понять для себя, кто был прав, кто виноват, пожалуйста. Я не буду никому ничего разжевывать. Я высказал сугубо свою точку зрения. Но, при этом, я хочу потроллить своих зрителей. И хочу, чтобы мои зрители, наконец-то, высказали свою точку зрения. Что вы сами считаете по поводу войны в Вьетнаме. И кто, на ваш взгляд, все-таки прав. Ну, по состоянию дел на 2017 год. Правы американцы, которые, пусть даже жесткими методами, но не дали распространиться коммунизму на весь этот регион. Пытались остановить коммунизм в Вьетнаме неудачно. Не удалось это сделать, к сожалению. Но, зато, на другие страны эта зараза коммунистическая не перекинулась. Вот. Или же, все-таки, прав был Советский Союз тем, что всячески помогал и пестовал вот эти самые карманные коммунистические режимы. И в результате чего в наследие Советского Союза осталась Северная Корея. И еще остался-то тут непонятный Вьетнам. Он тоже, он якобы социалистически-коммунистический. Но я думаю, что это вопрос уже времени. Потому что невыгодно коммунистам образца 21 века в явном порядке держать вот такой строй социальный. Гораздо интереснее сделать такой ребрендинг, обозваться как-то по-другому и, соответственно, все сделать более изящно уже в реалиях 21 века. С нетерпением буду читать ваши комментарии. Ну, а всем хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok